Почему в СССР автобусы красили в желтый? В советское время личная машина была роскошью. По большей части машина была излишеством, так как в Союзе существовал достойный общественный транспорт. Правительство, принимая во внимание важность общественного транспорта в Союзе, ставило перед автобусами и троллейбусами высочайшие требования к качеству перевозок. Общественный транспорт должен был гармонично вписываться в общий ландшафт и архитектуру города, но самое главное, он должен был выделяться из общего потока машин и еще издалека предупреждать людей, ожидающих общественный транспорт, что скоро они сядут на мягкие диваны и с комфортом доберутся до места назначения. Вообще изначально, когда советское государство только снабирало свои технические и финансовые мощности, автобусы в Союзе красили как придется, вернее в каком свете выйдут из завода, в таком пускай ездят. Но в дальнейшем, когда пошло все в гору, то проблема с приданием общей цветовой гаммы встала особенно остро. Это было вызвано утилитарной необходимостью, так как в СССР правила не только коммунистическая партия, но и наука. Поэтому анализ пассажирских перевозок позволил прийти к выводу о том, что новые модели автобусов, которые теперь имели конвейерный выпуск, нуждаются в унификации. Независимо от марки автобуса, каждый из выходивших в СССР автобусов начали красить в ярко-желтый цвет. Что удивительно, общецветового оттенка не существовало. Разные производители и даже разные серии автобусов одной марки имели все тот же желтый цвет, но одна партия могла быть золотистой, а другая напоминает цвет подсолнечного масла. В итоге советское руководство приняло самое правильное решение, утвердило общую цветовую гамму, обозначив ее как охра. Общественный транспорт должен был не только гармонично вписываться в городскую среду, но и быть заметным для потенциальных пассажиров. Именно желтая охра была идеальным вариантом для любых погодных условий и любого времени года. Ярко-желтый цвет отлично выделялся, как на белоснежном снеге, так и в пасмурную осень. Ярко-желтый цвет отлично выделялся, как на белоснежном снеге.